Всем привет! В одном из прошлых выпусков я показывал как приготовить разноцветных лизунов в домашних условиях. Кто еще не видел, ссылочка есть в описании. Сегодня я покажу как приготовить лизуна для чистки клавиатуры. Он отличается от обычного тем, что более густой по консистенции и не прилипает к другим предметам. Итак, для его приготовления нам понадобится клей ПВА марки Луч. Я пробовал и другие марки клея, но с ними у меня ничего не получилось, так как не каждый клей для этого подойдет. Такой клей можно купить в магазине канцелярских товаров. Еще понадобится натрий тетраборат. Это антисептический препарат, продается в любой аптеке. Для начала немножко взболтаем клей и перельем его в емкость. Добавим к клею немного тетрабората и начинаем перемешивать полученную массу. Клей потихоньку сворачивается, густеет и превращается вот в такую массу. Эта масса напоминает пластилин и немного похожа на обычного лизуна, но в отличие от более жидкого лизуна, плохо тянется и рвется. Эту массу можно порвать на мелкие кусочки, а затем снова соединить и получится опять один целый кусок. Но все же она обладает некой эластичностью. Если из нее сделать пластину и растянуть, то тянуться будет, только не очень хорошо. Если из этой массы скатать шарик, то он будет прыгать, но не очень высоко. Намного хуже, чем самодельный попрыгунчик. Этот шарик можно с легкостью порвать на мелкие кусочки, а затем опять соединить в шарик. И он опять запрыгает. В общем, я бы сказал, что эта масса обладает очень необычными свойствами. Теперь я перейду к сути эксперимента и попробую почистить получившимся лизуном клавиатуру. Для этого из него нужно скатать шарик, затем приплюснуть его и немного растянуть, чтобы увеличить площадь поверхности. Должно получиться вот такое подобие тряпочки. Постепенно прикладывая этого лизуна ко всей поверхности клавиатуры, мне удалось собрать всю пыль и грязь. Самодельный лизун полностью очистил клавиатуру от всего лишнего. Лизуна же можно промыть в теплой воде, и он станет опять чистеньким. Так что такой штукой можно почистить клавиатуру не один раз. Ну а вся грязь останется в воде, которую потом можно спокойно вылить. Хранить лизуна можно очень долго, завернув его в обычный целлофановый пакет. Если лизун станет более твердым и менее эластичным, то его можно опустить в теплую воду на несколько минут, и он опять станет как новый. Теплый лизун более эластичный, мне из него даже удалось сделать длинную веревку и превратить ее вот в такую забавную фигуру. Ребята, хотите чтобы я приготовил клавиатурного лизуна по другому рецепту? Если хотите, то обязательно поставьте лайк на это видео, а в комментариях можете написать свой рецепт. В одном из следующих видео я приготовлю лизуна по вашему рецепту. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.